Всем привет, ловите очередной топ товаров с Алиэкспресс, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Наверняка каждый хотя бы раз в жизни покупал еду или напитки в торговых автоматах, где нужно закинуть денежку, а после нажать на соответствующую кнопку. Так вот, знали ли вы, что подобные автоматы существуют и для дома? Они, конечно, не такие огромные и функциональные, но со своей задачей вполне справляются. Автомат, одновременно являющийся холодильником, вмещает в себя до 10 банок с газированными напитками. Питается он от сети или прикуривателя, его габариты составляют 235 на 650 и на 415 мм, а вес 8 кг. Я хоть не заядлый путешественник, но считаю, что у каждого человека обязательно должен быть качественный чемодан. Скорее всего, многие со мной не согласятся, ведь качество стоит больших денег. Однако, согласитесь, куда лучше один раз купить и больше никогда к этому не возвращаться, чем менять их каждый год. Специально для тех, кто придерживается моих взглядов, я подготовил вместительный чемодан, одновременно являющийся шкафом. Далеко не все любят раскладываться в отелях, да и в конце концов, иной раз может просто не хватать места. А тут всё под рукой. Пять простых полок для вещей, большие карманы под технику, замок, защищающий всё добро. Одни плюсы. А это контейнер для хранения зелени в холодильнике. Выполнен он из прозрачного пластика, нижняя часть заполнена водой, которую нужно менять приблизительно каждые 2 дня. Благодаря таким условиям зелень дольше сохраняет свою свежесть и аромат, а также не впитывает другие запахи. Как отмечают пользователи, на срок контейнер никак не влияет. Туалетная пианино. А почему бы и нет, это специальный коврик с вырезом под унитаз, на поверхность которого нанесены клавиши. На каждую можно нажать, но только делать это нужно не руками, как все привыкли, а ногами. Пытается устройство от батареи, для экономии заряда через 60 секунд после последнего нажатия происходит автоматическое отключение. Наверное вы зададите логичный вопрос, а где же здесь динамик? Он располагается на одном из уголков, рядом с кнопками смены режима, в которых здесь 3. Что ж, учитывая то, как много времени мы проводим сидя на белом троне, через месяц после начала репетиции, каждый научится играть лунную сонату. Многие животные не любят фотографироваться, постоянно убегают или отводят взгляд от камеры. Но бывают случаи, когда нам ну очень хочется запечатлеть моменты. И сделать это можно с помощью специальной селфи-палки для четвероногих. В отличие от привычной, она служит креплением не для смартфона, а для вкусняшки. Увидев ее раз, животное больше не сможет отвести глаз и будет постоянно смотреть в одну точку, пока не получит своего. По-моему, это отличный способ заставить сидеть на месте даже самого активного питомца. Солнцезащитные очки большого размера существуют уже давно, но китайцы довели эту модную тенденцию до крайности, представив линейку, покрывающую практически все лицо. Многие говорят, что это уже не очки, а солнцезащитный козырек, но производитель считает иначе. Модель представляет собой большую поляризационную линзу с ультрафиолетовым фильтром, закрывающим все лицо. Она имеет дужки, как у обычных очков и держится на голове владельца по тому же принципу. Глядя на аксессуар, становится ясно, что он скорее модная штучка, чем практическая вещь для ежедневного использования. А как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Светящиеся вещи всегда привлекали нас больше обычных, и кто бы мог подумать, что когда-то появятся дозаторы для мыла с подсветкой. Никакой практической пользы они не несут, но комната становится красивее. Устройство активируется в момент, когда происходит движение. Спустя 30 секунд подсветка автоматически отключается. Переключаются цвета с помощью кнопок на нижней панели. А это самый настоящий шпионский девайс. Он представляет собой часы, с помощью которых можно взламывать и создавать поддельные сети Wi-Fi, сбивать с толку трекеры и просматривать трафик на небольшом OLED-дисплее. Эти часы также оснащены микроконтроллером ESP8266, двумя лазерами, действующими на расстоянии 100 метров, и батареей мощностью 800 мАч, обеспечивающей работу устройству в течение 7-8 дней. В целях вашей же безопасности я настоятельно не рекомендую использовать эти часы со злым умыслом. Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих друзей каскадом мыльных пузырьков? Специально для таких случаев и существует Bubble Gun. Одно нажатие на кнопку и сотни шариков пускаются в небо. Так что веселая и радостная атмосфера на любом мероприятии гарантирована. Не сомневаюсь, что такая игрушка сумеет порадовать и взрослых. Я вот, например, с огромным удовольствием взял бы такую базуку на пенную вечеринку у бассейна. Как же прекрасно пройтись босиком по теплому пружинищему мху где-нибудь в лесу любой с зеленью и слушая пение птиц. Но если леса поблизости нет, тогда хотя бы прогуляться по маховому ковру в своей ванной комнате. Швейцарка Нуген Ле Чан создала по-настоящему странное и необычное изделие. Для него она использовала три разновидности мха – лесной, шаровидный и соокеанических островов. Несмотря на то, что растения живые, за ними не нужен практически никакой уход. Чтобы расти мху достаточно искусственного и не самого яркого освещения. А необходимое количество влаги коврик получит из воздуха, а также в момент касания к нему мокрых стоп после душа или ванной. Основой послужила подложка из плотного искусственного материала, поверхность которого состоит из полусферических ячеек. Для высаживания мха не нужен ни субстракт, ни грунт. Молодые ростки сажают прямо в выемки. А как вам такой вариант эко-коврика? По-моему, очень даже интересно. А это устройство создано для тех, кто не ест утром, исключительно из-за своей лени. Всего за пару простых движений оно приготовит вкуснейший яичный ролл. Всё, что требуется от человека, это добавить в эко-кукер немного масла, а после влить взбитое яйцо. По желанию в ролл можно включить и, например, сосиску или колбасу, сыр, зелень, а также любые другие ингредиенты по вкусу. Работает устройство от сети и приблизительно время ожидания завтрака 10 минут. Как говорится, бон аппетит! Если слыша слово конструктор, вам первым приходят в голову огромные разноцветные блоки, из которых максимум, что выйдет собрать, так это башенку, то я спешу вас обрадоваться. Современный конструктор – это самое настоящее, не побоюсь этого слова, искусство. Вот, например, механический ретро-проектор или, как будет правильнее, витаскоп. Кто не знает, что такое витаскоп – это один из ранних прототипов современных кинопроекторов, обеспечивающих проекцию изображения с киноплёнки на экран при помощи электрической лампы накаливания. Габариты деревянной модели составляют 220 на 130 и на 245 мм. Приблизительное время сборки от 4 до 8 часов, но поверьте, оно того стоит. В результате вы получите не просто интересную, но и работающую модель ретро-проектора. Достаточно будет вращать ручку и наблюдать за движущимися на экране картинками. Никто не рождается с хирургическими навыками, даже самым выдающимся врачам когда-то приходилось начинать с нуля. А знаете, что является одним из важнейших элементов хирургической операции? Наложение швов. Дело это очень тонкое и точное, требующее максимальной концентрации. Но чтобы пройти к идеальному результату, нужно ведь где-то тренироваться, правильно? Не на человеке же. Для такой цели существуют специальные тренажеры, имитирующие человеческую кожу и обладающие той же эластичностью, плотностью и сопротивлением. Они дают возможность отработать наложение швов таким образом, чтобы врач, оперируя пациента, выполнял уши в раны с минимальной травматичностью без риска расхождения. В комплекте тренажеру прилагаются все необходимые инструменты. Нет идеи, что подарить другу автомобилисту, подари ему брелок, представляющий собой коробку передач. Почему, собственно, нет? Оригинальность он точно оценит. Вдохновление для создания такого изделия послужили оригинальные механические коробки, устанавливаемые на Феррари и Ламборджини. К слову, брелок полностью рабочий, пружинный механизм создает впечатление мягкого и точного переключения с кликом, как на спортивных машинах, а ручка фиксируется на выбранной скорости. Только это не гоните. Бармена вызывали, а он уже здесь. Представляю вашему вниманию Бар Сайз, робота, знающего рецепты более 2000 различных коктейлей. К ним можно добавить и свои собственные, чтобы расширить список. Здесь предусмотрена установка 5 бутылок объемом 750 мл с базовыми ингредиентами. Кроме того, в Бар Сайз 2.0 есть 3 емкости для модификаторов. Скорость работы миксера регулируется, позволяя как перемешивать, так и взбивать содержимое. А это Байт Хелпер, незаменимый помощник для путешественников и туристов. Он помогает избавиться от зуда и раздражения, вызванных укусами различных насекомых. Для этого устройство задействует тепло и вибрацию, увеличивающую приток крови в выбранном участку. Несколько секунд будет достаточно, чтобы заметить разницу. Для желающих погрузиться в мир водного туризма, я включил в этот список надувную байдарку, Эксплор Кей 2.0 будет идеальным вариантом как для новичков, так и профессионалов своего дела. Модель изготовлена из высокотехнологичного трёхслойного материала, состоящего из двух слоёв особо прочного винила, между которыми проложена специальная сетка из полиэстера. Она не боится воздействия агрессивной среды, а также устойчива к перепадам температур. Эксплор Кей 2.0 больше подойдёт для озёр и спокойных рек. Обтекаемая форма корпуса способствует лёгкому скольжению, а ярко-жёлтые полосы делают байдарку заметной на воде, обеспечивая безопасность. Надувной пол даёт дополнительный комфорт и манёвренность. Максимальная грузоподъёмность лодки достигает 180 кг, а её размеры составляют 312 на 91 и на 51 см. Насос и вёсла включены в комплект. В походе возможно всё. Никто не застрахован от укусов насекомых и других опасных обитателей дикой природы. К этому нужно быть готовым. При укусе змеи многие источники рекомендуют совершенно взаимоисключающие способы оказания первой доброчебной помощи, но все они сходятся в одном. В первые минуты необходимо удалить как можно больше яда. Как раз для этой цели и существует следующий набор. Это экстрактор памп-кит. Главный инструмент здесь небольшой вакуумный насос или же шприц. К нему прилагаются пластырь, бритва, различные насадки, капсулы с веществами временно снимающими боль, а также дезинфицирующие салфетки. Это необычный нож, выполненный в форме двух половинок листика, соединяющихся воедино. Его длина в готовом положении 11 см, 5 из которых это лезвие. Такое изделие не займет много места и может крепиться на связку с ключами или, например, поезд. Но главное преимущество ножа заключается в том, что он всегда будет под рукой. Знаете ли вы, что велосипеды могут ездить не только по дорогам, но и по поверхности воды? И этот гидрофайлер – прямое тому доказательство. Этот необычный транспорт повторяет кинематику велосипеда, у которого есть педали, руль и седло. Дополняют их электродвигатели и батарея, а также грибной винт и подводные карбоновые крылья. Максимальная скорость, до которой можно разогнаться, составляет 20 км в час, что очень солидно. Рама этого коня алюминиевая и подготовлена к использованию в морской воде. Допустимая нагрузка от пользователя до 100 кг, а масса самого велосипеда составляет 20 кг. Существительность прогулки напрямую связана с поддержкой мотора. 4 часа на самом низком уровне и 1,5 при условии максимальной помощи. Вы все наверняка слышали о таких вещах, как клеевой пистолет и компрессор. А знаете, что будет, если объединить их в одно устройство? Получится вот этот пистолет. И знаете, в чём его главная фишка? Это паутина, которая ничем не отличается от настоящей. Устройство питается от сети, отличается простой управляемостью и поставляется в комплекте с 6 пластиковыми разноцветными картриджами, которых достаточно, чтобы покрыть площадь 32,5 квадратных метра. Картридж плавится нагревательным элементом в корпусе пистолета, а затем масса выдувается потоком воздуха, превращает в тонкие едва видимые нити, которые трудно отличить от настоящей паутины. А это Coral One Ultra, домашний помощник с уборкой, сочетающий в себе съёмный ручной пылесос и робот-пылесос. Наличие такой функции даёт возможность избавиться от пыли даже в самых узких пространствах, или, например, пропылесосить мягкую мебель. Кроме того, устройство отличается минималистичным привлекательным дизайном, возможностью синхронизации с другими гаджетами и девайсами, а также относительно скромными габаритами. Здесь у меня воздушный пляжный мяч гигантских размеров. Я даже не представляю, как его перекидывать через сетку, отбивать, всей командой или, может быть, всем пляжем. Радует, что мяч мягкий, и если даже он кому-то свалится на голову, ничего страшного не произойдёт. При оформлении заказа можно выбрать размер минимальный 80 сантиметров, максимальный 150. Но осос, к сожалению, в набор не входит. На любой вечеринке или другом празднике есть напитки, которые лучше всего употреблять холодными, и я думаю, квадратным льдом уже никого не удивишь. А вот акульим плавником... Я заметил, что с красивой формой даже напиток становится вкуснее. Да и в любом случае оригинальность гости точно оценят. Сама формочка силиконовая, из неё очень легко достаются льдинке, да и с промывкой проблем не возникает. Это компактный и очень стильный фонарь Time Back 3, напоминающий своей формой рукоять светового мяча. Его главной фишкой является наличие фиджет-спиннера, но и дизайн не самый последний, на что обращаешь внимание. Устройство предлагает разнообразные режимы работы, в числе которых даже есть лунный свет. Кроме того, его можно использовать в качестве велосипедной мигалки. Титановый корпус Time Back представлен в нескольких цветах. Белый, золотистый, чёрный и серебряный. Далее у меня новый английский словарь. Это книга, которая, как ни странно, пригодится не тем, кто учит английский язык или хочет его потянуть, ведь обложка словаря – это лишь прикрытие. Под ней вместо листов полных новых слов скрывается сейф. Он закрывается на ключ, но можно заказать модели с кодовым замком. В целом тайник довольно вместительный, и в него можно убрать как деньги, так и драгоценности или документы. Визуально книга не вызывает никаких подозрений. На сайте её можно найти в разных цветах. В нашем мире есть подвох во всём, что нас окружает, даже в таких самых, казалось бы, простых предметах, как зажигалка. Могли бы вы подумать, что она может представлять собой настоящий шпионский девайс. Я – нет, а это так. С нижней части устройства располагается маленький объектив и кнопка начала записи, а под верхней крышкой спрятан USB-вход, совмещенный со слотом для карты памяти, на которую будет сохраняться весь отснятый материал. Вещь интересная, соглашусь, только вот заказывать её я вам настоятельно не рекомендую, если, конечно, вы не хотите заработать лишних проблем. Freedcon – это передовая технологическая мото-гарнитура, позволяющая поддерживать связь с другими мотоциклистами, находящимися на расстоянии до 1 км или ближе, слушать музыку, а также получать голосовые подсказки, GPS, навигации, не отвлекаясь от вождения. Одним из основных преимуществ устройства является встроенная камера-регистратор. При включении гарнитуры она автоматически начинает запись. Управление осуществляется через специальное приложение на смартфон. А это силиконовая ваза, находка с помощью которой можно быстро и без особых заморочек украсить помещение. Она крепится к любой гладкой поверхности с помощью клейкой основы и подходит для любых живых и искусственных цветов. Главное рассчитать вес, чтобы ваза не упала. Ещё говорят, что не стоит заполнять водой до самых краёв, до середины будет достаточно. На очереди умный контейнер SunnySide, который позаботится о том, чтобы обед был тёплым. Как вы уже могли догадаться, это ланчбокс с подогревом, работающий на солнечных батареях. Устройство способно как разогреть пищу, так и надолго сохранить её в тёплом состоянии. Одного полного заряда аккумулятора достаточно для того, чтобы воспользоваться функцией подогрева до 7 раз. Также здесь предусмотрен термометр, через который можно выставить нужную температуру. В конце концов, далеко не каждому нравится есть горячее. Как по мне, SunnySide – отличная охотка для туристов или же тех, кто часто бывает в путешествиях. Готов поспорить, Gravastar Sirius Pro – это самые необычные беспроводные наушники, которые вы когда-либо видели. Они напоминают космическое устройство, что смотрится действительно оригинально. Кроме того, модель отличается и качеством звука. В основе наушников используются большие динамики с широким частотным диапазоном, что может обеспечить яркое и детализированное звучание аудио любого типа. Микрофон здесь тоже не промах, функция шумоподавления отлично справляется со своей задачей, из-за чего общение доставляет одно удовольствие. Одного полного заряда наушников хватит на 4 часа проигрывания музыки, с кейсом же это 16. Ещё одной фишкой таких наушников является встроенная в корпус открывашка. А, забыл упомянуть, корпус выполнен из цинкового сплава. А это креативная открывашка, представляющая собой игральную карту. Благодаря удобному размеру, карту можно хранить даже в кошельке. Толщина металла 1,5 мм. Края, как и основа, очень аккуратно обработаны. Продавец предлагает два цвета на выбор, чёрный и серебристый. Думаю, это действительно классный подарок другу, любителю карточных игр. Когда, если не летом, хвастаться своими классными солнцезащитными очками, особенно такими стильными? Кстати, знаете, кого они мне напомнили? Механогномов из World of Warcraft. Согласны? Узнали? Пишите в комментариях, если да. Отличной чертой таких очков являются боковые шоры, защищающие от солнечных лучей. Кроме того, не знаю, как вам, а мне очень нравятся круглые линзы. Они всегда смотрятся выигрышно и добавляют изюминку образу. Продавец предлагает очки в разных цветах, так что выбирайте сами, какие лучше подойдут. Это складная стиральная машина, которая будет очень полезна для путешественников, а также для тех, кто частенько бывает в командировках. Внижняя она напоминает небольшую переносную плитку. В раскрытом состоянии плитка превращается в 10-литровое ведро с квадратным сечением. Нижняя часть – это база с электроникой, мотором и управлением. Верхняя – рама с крышкой. Соединяет их мягкая силиконовая стена, складывающаяся гармошкой. Устройство подключается к обычной сети и вмещает в себя до 1 кг одежды. Зимнюю куртку, конечно, не постираешь, но вот футболки, кофты и даже джинсы – почему бы нет? Время стирки регулируется на нижней панели. Наверняка каждый знает о существовании так называемых сумок-холодильников, которые будут незаменимы для людей, любящих путешествовать на машине. Оказывается, что-то подобное придумали и для туристов. Только вот это не сумка, а довольно вместительный рюкзак, который абсолютно не зависит от питания. Он защищен от попадания воды внутрь, не боится проколов, а также способен выдержать даже самые суровые условия. Кроме того, обратите внимание, здесь нет молнии, вместо неё используются магнитные застёжки. Как отмечают довольные пользователи, рюкзак полностью оправдывает ожидания. Наушники, как и любая другая техника, нуждаются в современной чистке. Многие используют для этой задачи буквально всё, что попадётся под руки – зубные щётки, зубочистки, ватные палочки и так далее. Но всего за 70 рублей можно приобрести специальный инструмент, который заменит каждый вышеперечисленный предмет. Он выполнен в форме пишущей ручки и не займёт много места в сумке. В арсенале этого аксессуара для очистки есть перо для небольших отверстий и зазоров, щёточка для сетки динамиков, а также тампон для ухода за футляром в случае, если наушники беспроводные. Это очень удобный клеевой пистолет, который будет гораздо меньше обычного. Его приблизительные габариты составляют 11 на 4,5 и на 2,5 см. Аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, которого хватит на 2 часа пользования. Затем потребуется подзарядка, на которую уйдёт 2,5 часа. При заказе можно выбрать комплект с 20 или 120 стержнями разных цветов. Это необычная левитирующая рамка для фотографии, которая послужит оригинальным украшением рабочего места или даже всей комнаты. Специальные магниты позволяют ей висеть в воздухе, создавая магический и очень залипательный эффект. Всё это сопровождается яркой подсветкой, с которой даже не нужен ночник. Кроме того, фотографию можно заставить кружиться, для этого нужно слегка задеть рамку. Для работы требуется подключение к сети. А это Bluetooth-колонка, способная заменить собой ночник и FM-проигрыватели. Ночник имеет несколько цветов с регулируемой интенсивностью. Чтобы выбрать наиболее подходящий под настроение и настроить яркость, достаточно коснуться верхней сенсорной панели. Воспроизводить музыку можно тремя способами. Через беспроводное соединение, с помощью SD-карты, а также прямым подключением к компьютеру или ноутбуку. Панель управления музыкой располагается снизу. А это станция для расфасовки домашнего питания. Чаще всего я использую для приготовления пюре из овощей или фруктов, но можно придумать и что-нибудь своё. В комплекте также приходят пакетики, выполняющие роль упаковки. Для того, чтобы их наполнить, нужно сделать пару простых движений. Установить пакетик, а после прижать получившуюся смесь сверху. Станция будет особенно полезна для мамочек и маленьких деток, чтобы готовить им лёгкий, вкусный и натуральный перекус. Походы, даже не представляю, что может быть лучше, чем возможность повидать новые места и слиться с природой. Но прежде чем куда-либо отправиться, нужно позаботиться о снаряжении, в числе которого обязательно должен быть хороший фонарь. Это Outtask, телескопический вариант, имеющий корпус из авиационного алюминия и пластика. В сложенном состоянии его длина составляет 26 см, а диаметр 6. Телескопический шест с диодным фонарём выдвигается на высоту 1 метра, а головка вращается практически без ограничений. Аккумулятора в эконом-режиме хватит на 45 часов. Также здесь предусмотрена возможность подключения внешней солнечной батареи и режим пауэрбанка. На очереди магнита Маус. Компьютерная мышь, крепящаяся на заднюю панель ноутбуков или планшетов. Стоит отдать должное неодимовому магниту, с которым устройство не отвалится даже в случае сильной тряски. Кроме того, если панель не сделана из металла, в комплект идёт специальный коврик магнитопад, который липкой лентой можно закрепить на нужное место. Мышь предусматривает левую и правую кнопки, боковую кнопку под большим пальцем и колесо прокрутки. В общем, стандартный набор. Разрешение сенсора регулируется. Ещё одной особенностью магнита Мауса является возможность работать в режиме пульта дистанционного управления. Закаты и рассветы – это настоящие шедевры природы. В Китае мне попался один интересный будильник, имитирующий заход и восход солнца. Устройство управляется как с помощью пульта, так и голосом. В его базу загружены мелодии, среди которых можно встретить пение птиц, шум волн и шелест листвы. За час до подъёма будильник постепенно увеличивает яркость, из-за чего просыпаться становится в несколько раз комфортнее. В одно время эта игрушка просто взорвала интернет. Забавный танцующий кактус, наверное, побывал у каждого. И вот, наконец, тренд ошёл и до меня. Лучше ведь поздно, чем никогда, правда? Этот дружок не только светится, но и танцует, воспроизводит музыку, а также повторяет слова. В его памяти хранится 120 англоязычных композиций, в такт которым он может двигаться. При оформлении заказа можно выбрать одну из двух моделей, работающих от аккумулятора или от батареек. А это лягушонок Пеппе. Не обращайте внимания на его поникший взгляд. Пеппе просто очень хочет спать. Ладно, на самом деле это креативная маска для сна с объёмным подвижным веком. Можно сделать так, чтобы маска щурилась, смотрела на мир широко распахнутыми глазами или же полностью их закрыла. Мягкая резинка фиксирует аксессуар на голове, не доставляя неудобств. Материал маски – мягкий плюш. Ума не приложу, кто и зачем придумал эту подушку, но он точно мастер креатива. Конечно, она не подойдёт под любой интерьер, но зато сразу продемонстрирует изысканный вкус своего владельца. При оформлении заказа можно выбрать один из девяти вариантов дизайна лапши, так сказать, на любой вкус и цвет. Размер подушки 45 на 33 сантиметра. Забыл сказать, что внутри каждого изделия покупателя ждёт сюрприз – тонкий плед в подарок, конечно же, выполненный в том же стиле с принтом лапши. А это милейший коврик для мыши с кошачьей лапкой. Он очень приятен на ощупь и не скользит по столу во время игры или работы. К слову, выпуклости, которые привлекают к себе внимание, нужны не только для красоты. Они также поддерживают запястье, обеспечивают комфортное положение руки и снимают усталость. Покупателю доступно 5 цветов изделия. А это видеоглазок. Полезное устройство для тех, кто хочет обеспечить себе и своей семье повышенную безопасность. Он помогает сразу распознать гостей и, если это не знакомец, понять, стоит ли идти с ним на контакт. Состоит из монитора, который размещается в квартиры и камеры со встроенным звонком, который монтируется с наружной стороны. Кроме всего прочего, устройство записывает видео, делает снимки, сохраняя материалы, найти в карту памяти. В наше время существует так много аксессуаров для смартфонов, что глаза разбегаются при их выборе, поэтому я решил скреативить и подготовил, пускай не самый практичный, но интересный чехол. Это сковорода. Вместе с ней внимание окружающих гарантировано. А что еще нужно? Конечно, такая модель не сгодится для ежедневного использования, но в качестве реквизита для фотосессии или дополнения костюма для косплей вечеринки будет смотреться идеально. А это электровелосипед и электростанция в одном флаконе. Транспортное средство ориентировано для путешествия как по дорогам города, так и по бездорожью. У него широкие колеса диаметром 26 дюймов и помимо цепи есть электрический привод заднего колеса мотором 750 Вт. Он позволяет развить максимальную скорость 45 км в час, рама алюминиевая и выдерживает нагрузку до 180 кг. Впереди амортизационная вилка, по кругу дисковые гидравлические тормоза и, что самое интересное, зарядный модуль. С его помощью можно заряжать гаджеты прямо на природе. Это миниатюрный беспроводной адаптер, который добавит даже старому телевизору коробки из подвала поддержку трансляции контента по микрокаст, хромкаст и airplay. После установки в HDMI порт и подключения питания по USB, можно будет просматривать фото и видео, контент, а также играть в игры на большом экране. А это гелевый освежитель для унитаза, имеющий дозатор. Устройство рассчитано на 11 применений, одного применения достаточно на 7 дней. У продавца можно выбрать один из шести ароматов. Ламандо, лимон, океанский бриз, вишни, османтус и апельсин. Зимняя куртка для банки. Почему бы и да, представляете, и такое существует. В конце концов, им тоже бывает холодно, особенно зимой. Кроме того, помимо стильных курток, есть и жилетка. Стоит отметить, что выглядит такая одежда и правда, как настоящая. У неё есть замок, карманы, бирки, а также капюшон с мехом. Да что там, даже я не так стильно выгляжу, как этот напиток. По-моему, очень даже креативная штука. Баночкам же нужно как-то согреваться, спасаясь от морозов. Ещё бы и тёплые штанишки. А что вы думаете, как вам такой аксессуар? Светильников много не бывает, особенно если они такие классные. Эта необычная модель представляет собой красную телефонную будку, одну из самых известных достопримечательностей Лондона. Представляете, из-за популярности некоторые из будок были переоборудованы для других целей, превратившись в торговые автоматы, банкоматы или хот-стопы. Светильник же представленный в сегодняшнем выпуске, работает от батареек и имеет сенсорное управление. Думаю, такая вещь станет настоящим украшением любого прикроватного столика или рабочего места. Каждый спасается от жары по-разному. Одни пьют холодные напитки, другие предпочитают полегче одеться. А есть сверхлюди, пользующие портативными вентиляторами. Это Коули. Палочка-выручалочка для тех, кто не знает, как себя охладить на природе. Конструкция с массивной клипсой крепится на штаны и позволяет насладиться потоком холодного воздуха, не задействуя рук и не отвлекаясь от важных дел. Расскажите в комментариях, как вам такое изобретение 21 века. Полезно ли оно на самом деле или это так, деньги на ветер? Многие люди недооценивают защитные стекла для смартфонов и очень зря. Возможно, проблема в завышенных ожиданиях. Кто его знает, в любом случае вещь полезная, иногда она действительно может спасти экран новенького устройства. Смотрите, что я нашёл на Алиэкспресс. Это защитное стекло, особенностью которого является светящийся кантик по краям заряжающийся от света. Полезная фишка для тех, кто частенько испытывает трудности с поиском телефона в темноте. На сайте можно выбрать стекло на разные модели телефонов. Любимой едой многих людей являются роллы, только вот готовить их умеют далеко не все. И дело здесь не в сложности самого процесса, умение аккуратно скручивать. Вот настоящий талант. Сравнимый разве что с игрой на пианино или другом музыкальном инструменте. Ладно, ладно, если без шуток, то это и правда тонкая работа. Иначе получаются не роллы, а бутерброды с рисом и рыбой. Однако давайте не будем забывать, что на дворе 21 век. Сейчас даже криворучка сможет приготовить так, как это делают повара в элитных ресторанах. Это специальное приспособление, которое помогает полностью собрать ролл. Думаю, как это делается, объяснять не нужно, всё и так видно. Результат вас точно порадует. А это танграм. Головоломка, состоящая из плоских фигур, которые складываются определенным образом для получения другой более сложной фигуры. Фигура, которую необходимо получить, при этом обычно задается в виде сулэта или внешнего контура. При решении головоломки требуется соблюдать два условия. Первое, необходимо использовать все фигуры танграма. И второе, они не должны накладываться друг на друга. Кстати, хотите интересный факт по теме? У Наполеона во время его изгнания на остров Святой Елены был набор для танграма и книга, содержащая задачи и решения. Фотографии этого набора содержатся в книге Джерри Слокума «The Tangram Book». Дейсени в Китае можно встретить по-настоящему креативные кольца. Вот, например, вы когда-нибудь видели кольцо Фиджит. Если нет, вы многое потеряли. Эта штука очень популярна у китайцев. Она представляет собой подобие антистресс игрушек, вроде нашумевших поп-итов или симпл-димплов. Внутри такого изделия скрывается подвижный элемент, цепь или несколько шестерёнок. Их легко перебирать и вращать пальцами, не отвлекаясь от других дел. Кроме того, колечко продаётся ещё и в разных цветах, да и смотрится оно действительно оригинально. Так что обязательно включите его в список будущих покупок. Знакомьтесь, это Слип-Хо-Хо. Робот, основная задача которого – улучшить сон владельца. Он представляет собой шарообразную колонку, контролирующую обстановку в спальной комнате. Она умеет отпугивать насекомых, регулировать температуру, распылять приятный аромат, а также следить за работой бытовых приборов. Кроме того, устройство оборудовано датчиками звука, света и движения. В свободное время от сна Слип-Хо-Хо прослужит и отличной 3D-колонкой. В подставку робота встроена светодиодная RGB-подсветка, имеющая различные эффекты. Это JoyScoop – интерактивная игровая система, представляющая необычную консоль, которая сочетает в себе возможности экранных развлечений с тактильной функциональностью. Система состоит из кубических блоков, контроллеров и позволяет играть как самому, так и с хорошей компанией. Кубики оснащены сенсорным экраном и умными технологиями. Их можно перемещать, наклонять, вращать, встряхивать и ставить рядом, чтобы играть в разные игры. Система поставляется пятью предустановленными играми, другие скачиваются с официального сайта. А это After Clock. Часы, отображающие время, используя литературные цитаты. Они меняются каждую минуту, а база включает в себя более 2000 произведений. К примеру, когда на часах будет 0.0, можно увидеть цитату из Гамлета. Только что пробило 12, ступайте спать, Франциско. На выбор представлено две версии необычных часов, шириной 4,6 дюйма с двумя неделями автономной работы и более массивная модель с 7,7 дюймовым экраном и двумя месяцами автономной работы. Роботы-пылесосы уже давно стали полноценными членами семьи. Они существенно облегчают работу человеку, а также поддерживают чистоту нашего дома. В этом выпуске мы поговорим о Роидме Ева, роботе-пылесосе, оборудованном функцией самоочистки. Закончив дела, устройство перемещает мусор в специальный мешок, а также меняет воду для мытья пола и очищает щетки. Для этого базовая станция предусматривает три отделения. Используя цветной дисплей с индикацией, можно отслеживать все процессы. Работает робот в нескольких режимах. Всасывание пыли, мытье пола и комбинированная уборка. Фотографам, а также тем, кто работает с фото и видеоматериалами, частенько приходится иметь при себе сразу несколько карт памяти, периодически их меняя. Нередко такая маленькая вещь может где-то затеряться. И чтобы не попасть в неловкое положение, придумали кардхолдеры. Они бывают разных размеров и форм и с разным количеством отсеках. Такая вещь не займет много места и всегда будет под рукой, оберегая ваши карты. Иногда даже такая простая вещь, как бумага для заметок, может стать оригинальным подарком. Особенно, когда речь идет о блоке с сюрпризом. А сюрприз здесь – это объект, который появляется, если оторвать все листы. При оформлении заказа есть возможность выбрать здание или объект. Это может быть Хогвартский, Мидзудера, Титаник или Великая Китайская стена. На выбор предлагаются и варианты с приятной подсветкой. На очередь телескопическая полочка для кухонных принадлежностей. Она предусмотрит место под губку, щетку и моющее средство подходящей формы. Кроме того, полка оснащена сливом и верхним держателем для полотенца. Подойдет такой органайзер для любой раковины из-за своей универсальности. Готовка – это всегда грязная посуда, плита и поверхности. Согласитесь, далеко не каждый раз есть желание все вымывать. И говоря все, я подразумеваю всю кухню, по которой брызги разлетаются словно дождевые капли. И чтобы хоть как-то поддерживать порядок, придумано защитное покрытие. Оно подходит для всех газовых плит и может регулироваться по размеру. У продавца есть модели в двух цветах. Вы когда-нибудь пробовали делать свечи в домашних условиях? Увлекательное и очень успокаивающее занятие. Попробуйте, рекомендую. А чтобы свеча получилась еще круче, чем те, что продаются в магазинах, держите интересную силиконовую форму. На самом деле у этого продавца есть много разных моделей, с которыми изделия получают вид куба, состоящего из шариков или маленьких квадратиков. Стоят они копейки, особенно если брать палетку на один вариант. А вот что может выйти. По-моему, очень даже классно, не правда ли? Для людей, которые действительно что-то понимают в компьютере, очень важно знать, в каком состоянии находятся его комплектующие. Не сильно ли они перегреваются, работают в штатном режиме или нет, поддерживают ли нужную частоту. Для мониторинга придумано множество платных и бесплатных программ, одной из которых является небезызвестная AIDA64. А теперь смотрите, какую интересную и полезную вещь мне удалось найти. Это сенсорный настраиваемый дисплей с программным обеспечением AIDA, используя который можно контролировать состояние компонентов, не заходя в приложение. Здесь показано всё, начиная от температуры и заканчивая загруженностью. Умные часы. Что-что, это устройство точно есть у каждого современного человека, особенно у тех, кто активно занимается спортом. Так что обычной моделью уже никого не удивишь. Другое дело BP Dr.Me от часы с функцией измерения давления. Если верить словам разработчиков, устройство обеспечивает медицинскую точность показаний. Для того, чтобы измерить давление, нужно расположить руку на уровне сердца и нажать на кнопку старт на дисплее. При помощи специальной манжеты датчики внутри определяют уровень верхнего и нижнего показателей, сразу будут выведены на экран. Смарт-часы также круглосуточно следят за пульсом и оповещают об аномалиях сердечного ритма. А это ELA. Кумный мебельный замок, который станет настоящей находкой для тех, у кого есть маленькие дети. Кроме того, такая вещь будет полезна и людям, в чём доме часто бывают чужие, например рабочие. Устройство не только надёжно защищает содержимое, но и предоставляет подробную информацию о последнем открытии. Чтобы получить доступ к ящику, необходимо нажать на кнопку в приложении. А на очереди умный сейф от Xiaomi. Изготовленный из высокопрочного материала. Устройство предлагает 6 способов разблокировки. Отпечатком пальцем, паролем, одноразовым паролем, с помощью блютуз, а также ключом. Кроме того, есть возможность установить двойную защиту или виртуальные пароли. Это лишние цифры до и после настоящего пароля. А что должно быть в кармане любого настоящего мужика? Конечно же, качественный мультитул. Мультитул снежинка заменит собой крестовую отвертку, шестигранные гаечные ключи, а также открывалку для бутылок. Также его можно подвесить на ключи в качестве брелка. Любите смотреть фильмы, но каждый раз зависаете на этапе выбора? Не беда. Скрэтч-постер не только подскажет, но и превратит просмотр в увлекательную игру. На нём вы найдёте 100 фильмов, что попадётся на этот раз – абсолютная загадка. Жанры используются самые разные. Подразумевается, что сначала нужно стереть название, расположенное в узких клетках, а после просмотра фильма удалить защитный слой с большой ячейки, где будет рисунок. Такой же постер есть с книгами, играми и даже с пивом. Какую роль в вашей жизни играет телефон? Смогли бы вы обойтись без постоянного сидения в социальных сетях, или они являются неотъемлемой частью вашей жизни? А пока вы думаете над ответом, предлагаю взглянуть на Light Phone 2. Это автономный телефон, с которого можно звонить и отправлять простые сообщения, а также сохранять номера быстрого набора и контакты. Он создан с той целью, чтобы люди проводили меньше времени в интернете. Телефон использует отдельную наносим или дубликат сим-карты с основного смартфона. Работает в сетях 4G, LTE, а также имеет модуль Wi-Fi и GPS. Кроме того, у него есть будильник, плейлисты и навигация. Работает антисмартфон на упрощенной и интуитивно понятной операционной системе LightOS. Получалось ли с вами такое, попытка приготовить дома изысканное блюдо по рекомендованному всеми друзьями рецепту оборачивалась крахом. Тесто не поднималось, у соуса получалась другая консистенция, а вкус приготовленного в корне отличался от того, к чему мы стремились. Практически уверен, что да. А вот окажись под рукой кухонные весы. Тож, предлагаю справить это недоразумение. Этот полезный гаджет найдёт себе применение на любой кухне. Он поддерживает функцию тары, иначе говоря, обнуляет вес посуды, чтобы достичь наиболее точных и корректных результатов. Кроме того, весы умеют синхронизироваться со смартфоном через специальное приложение, используя которое можно ввести журнал питания. В нём также отображается вес продуктов и проводится их анализ на содержание различных питательных веществ и компонентов. А это стильная термокружка, имеющая дизайн рога. Как по мне, такая вещь станет отличным подарком для тех, кто любит пить горячие напитки в дороге. Несмотря на необычную форму, кружка может спокойно стоять на любой ровной поверхности, в чём ей способствует кожаная насадка. В комплекте идут два ремешка, короткий и длинный. С их помощью можно повесить кружку на руку или закрепить на рюкзаке. А здесь у меня блютуз-приёмник, заменяющий собой стандартный AUX кабель и позволяющий подключить смартфон к аудиосистеме автомобиля без мешающих проводов. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 10 часов пользования. Зарядка же осуществляется через microUSB кабель, управление механическое. Почти все современные устройства оснащены функцией определения времени. Невозможно представить, как бы человек обходился без них. Пранки с переводом стрелок уже не актуальны, а вот о часах с обратным ходом знают немногие. В них не только стрелки идут назад, но и цифры расположены в обратную сторону. То есть время идёт правильно, но определять его достаточно тяжело. Подобные часы могут знатно так запутать человека, особенно если речь идёт об офисных работниках, студентах или школьниках. Помните, как в детстве мы собирали бумажные самолётики и запускали их на ветру? Представляете, теперь даже они стали продвинутыми. Это PowerUp – бумажный самолётик, оснащённый функцией автопилотирования, управляемый через смартфон. Устройство имеет два датчика – акселерометр и гироскоп, расположенный в носовой части, и два двигателя в хвосте. Спереди также находится Bluetooth-модуль, аккумулятор и процессор, отвечающий за управление. К слову, система способна определить пикирование самолёта, автоматически регулируя тягу двух двигателей, чтобы поддерживать самолёт в горизонтальном положении. Благодаря этому каркас может применяться как с привычным бумажным вариантом, так и с моделями из пластика или пробкового дерева. Полного заряда аккумулятора хватает на 10 минут полёта. Максимальное расстояние, на которое аппарат может удалиться, составляет 70 метров, а его скорость – до 32 км в час.